Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу «Другой мир». Здравствуйте. Сегодня в программе «Другой мир» ведущая Татьяна Доля. И с нами гость из Алтая, далеко, основатель Межгалактического энергоинформационного центра, учитель, целитель Александра Алексеевна Сусликова. Здравствуйте, Александра Алексеевна. Добрый день. Слышно меня? Да. Немножечко у нас запись не успевает за разговором. Ну, попробуем продолжить. Я хотела сегодня познакомить наших слушателей с ещё одним видом энергии, потому что очень многие люди знают про энергию Рейки, про космоэнергетику слышали, а про энергии, чистой энергии на Божества никто не слышал. И хотела бы, чтобы Вы сегодня нас познакомили с этими энергиями и рассказали, как они к Вам пришли, как они Вам открылись. Я родилась с этими энергиями, носитель их. Родилась на Алтае, в сельской местности. Энергии были со мной всегда. Но должно быть физическое тело, созревшее для этих энергий. Сегодня дети, они очень хорошо чувствуют. Животные. Даже дети, не умеющие говорить и ещё ползать, но уже берут мои книги, их перелистывают и чего-то там для себя выбирают. По энергиям, что можно рассказать? Чистые энергии для жизни человека. Они созданы для людей Земли, многими пространствами космоса, земными пространствами, пространствами других планет. Эти соединения доходят до нас. Каждая эра, каждое тысячелетие наделено своими отличиями, своими потоками энергии. Каждый человек имеет свой запас данных, свою программу, откуда он пришёл, для каких целей. Наше физическое тело и тонкие тела душа, они поделены. Физическое тело, физический мозг, пусть он не так велик, но он знает свою работу. Это земная работа. Наше физическое тело приспособлено к земной жизни. Если нас высадить на другую планету, без скафандра, безо всего, мы там не выживем. Энергетические же тела, энергоинформационные частички нашей души, они блуждают по всему космическому пространству. Космос — это огромный такой большой объём знаний, объём неиссякаемых энерговибрационных потоков. И они всегда разные. Если на физическом плане льёт дождь, и сказать земному человеку, из дождя выбери 255-ю капельку, нам это не по силам. Нашему же энергоинформационному телу, частичкой нашей души, если обрушить поток энергии, то он при помощи своих рук может вытащить то, что нужно для каждого человека. Каждый организм наделён своей технологией. Поэтому каждый человек создан для своих вибраций, для своих жизненных функций. и если взять даже одинаковое название «рука», «нога», «голова», но будет каждый человек подбирать для себя вот эти вибрации для своих рук, для своей ноги, для своего сердца, для своих лёгких. наше всё тело поделено на мельчайшие частички. Эти частички наделены ну вот такими махонькими-махонькими точками. У каждого на руках имеются такие точки, но они закрыты. И когда мы кладём руку себе на грудь, наши органы, если наша рука раскрыта, наши органы нажимают вот на эти точки, как на клавиши. И уже с тыльной стороны руки уходит запрос в те пространства, откуда создан был человек. Я хотела бы уточнить вот для слушателей, любой человек может просто положить свои руки и таким образом получать энергию. Правильно? Да. Для этого не нужно ничего, да? То есть любой человек может использовать свои руки таким образом? Может использовать любой человек свои руки. Но сегодня те, кто присутствуют, те, кто с нами будут общаться, у них будут раскрываться руки. Так как в первый класс мы пошли, мы изучаем буквы, цифры, мы их складываем, читаем по слогам. Так и здесь нужно, чтобы руки были, открывались, и они открываются каждый раз, всё больше и больше этих точек раскрывается. я этим занимаюсь уже много лет. И когда мне сказали, когда подошёл мой возраст, мои критерии земного, моего тела, и подошли люди, или время для этого раскрытия, и когда мне сказали, чем я буду заниматься, я удивилась, я удивилась и сказала, нет, нет, такого не может быть. Почему мои руки до этого ничего не чувствовали, вдруг будут чувствовать? Когда я утром проснулась и думаю, так, раз мне сказали, я буду вот этим, вот этим заниматься, значит, я уже готова, буду заниматься, но у меня ничего не получилось. И в очередную ночь я спрашиваю, почему здесь нет слов, здесь форма мысли, вернее, мысленности. Мысль – это земная, человеческая структура, а мысленность – это более углублённая. И мне ответили, что этому нужно учиться, нужно знать те критерии, которым ты должна соответствовать. Твоё физическое тело, даже вес, бывает так, что у меня нужно жидкости столько, сколько её нужно. И нельзя пить только ложечкой. Вот там, например, две ложечки чайные или три ложечки чайные. И всё, четвёртое – это уже лишнее. Уже начинает боль в желудке. Поэтому для каждого человека, как у нас на Земле есть учителя, профессора, папы, мамы, которые нас учили, как брать ложку правильно, как произносить слова. Так и здесь. Только здесь намного проще. Чистые энергии, они созданы для того, чтобы быть чистыми. если у кого-то есть какой-то негатив, положив руку на грудь, или кладём руку на грудь себе, любую руку, левую, правую, разницы нет. Да. Под вашей рукой образуется такой комочек. Это негатив. Если он есть, то человек зевает, либо смеётся, либо плачет. Вот эта реакция, она всегда есть, если есть негатив. Нужно добиться, чтобы этого не было. Если тяжело дышать, можно перейти рукой на солнечное сплетение. Наша рука, у каждого рука, это наш диагноз. Она диагностирует. Мы положили руку на грудь, и рука сама движется там, где нужно. Печень, поджелудочная, кишечник или коленочки. Это существует такая природная сила знаний. У человека начинает раскрываться мысленность, дополнительные клеточки нашего не физического, а энергоинформационного блока, вот с тем, с которым мы пришли. Надо учиться слушать своё тело прежде всего, да? И действительно, рука, и правда, она идёт всегда, и человек кладёт её как раз очень часто на то место, которое его беспокоит или болит, даже не зная ничего об этом. Это правда, так и есть. Да. Поэтому человек, если было то тысячелетие, та эра, там были свои критерии, свои запросы, там могли на угольках выливать водичку и лечиться, ещё чем, заговоры, ещё там что-то. А сегодня это совсем совершенно другие люди и совершенно другие знания идут к нам. поэтому пожалуйста, работайте с собой. Пока идёт эфир, можете использовать свои руки на своём теле. Если есть негатив у вас, то он не будет распространяться. Начиная работать, кладёте руку на грудь или ещё куда-то. около вас загорается такой либо костёр, либо свечка и вот это всё сжигается. Весь негатив. Это не нужно заморачиваться и задумываться и чего-то просить. Начиная работать, это само собой происходит. Костёр, свечка, всё это сжигается, сгорает и после вас уже чистота и порядок. Не нужно. Руки то же самое. Если вы работаете и ваша рука грязная, либо захочется вам потереть руку об руку или вот так, это сжигается негатив. Не нужно над свечкой держать, не нужно воду, не нужно на ветер выносить. Это всё делается мгновенно. Точно так же, как энергии. Они проходят многие слои и многие информационные блоки соединений и попадают к нам, попадают то, что нам нужно. И если у нас сегодня что-то не получилось, значит, нужно либо мои книжечки полистать, либо просто мысленно обратиться ко мне и сказать, ну, кто как, кому будет удобно. То Александра, то Александра Алексеевна, то Алексеевна. И я всегда помогу. Я просто хочу сказать для слушателей, я не успела всё озвучить, что Александра Алексеевна является обладателем сертификата лучший целитель России в системе традиционного оздоровления и признана лучшим целителем третьего тысячелетия. Поэтому всё, о чём мы сейчас говорим, это действительно серьёзно, и каждый человек может воспользоваться этой возможностью. И Александра Алексеевна является автором около двухсот энергоинформационных книг. Вот, может быть, расскажите, пожалуйста, немножечко про эти книги, потому что люди, обычные книги, люди читают глазами, а ваши книги, которые вы пишете, они читаются душой. Вот, можно как-то немножечко пару слов о ваших книгах, которые тоже исцеляют и имеют огромную силу? В моей книге, прежде чем написать первую книгу, я исписала не одну тетрадь. Вначале я писала не думая, просто мне говорили, пиши, черточку за корючку, черточку за корючку, мне было даже стыдно показывать людям это, я не знала, куда их девать эти тетради, я не знала, что это такое. Позже я узнала, что меня учили правильному написанию. Сегодня я могу для каждого человека написать и научить информации этого письма. Да, это письмо часть нашей души. Можно сказать язык души, если что-то у нас не получается. Можно взять ручку, листочек и просто почиркать. Они будут сами, рука будет сама писать. Вот это и есть наш язык души. Если сразу у вас что-то не получилось, можете прикрыть глаза и рука будет сама водить ручку или карандаш. И когда вы откроете глаза и уже будете писать. Какая бы проблема ни была, по здоровью, вообще по детям, любые проблемы, то, что есть на земле, то, что связано с людьми, это все может вам помочь. Если мы читаем молитву, она доходит до какого-то уровня, она помогает, но до какого-то определенного уровня. Вот эти наши письмена, они выше уходят и достигают того, где нужно взять что-то. Например, вначале мне было очень интересно, когда учили меня, водили по разным вузам, по разным институтам в космических пространствах. Это ушло на мою учебу не один год. Затем мне сказали, ты будешь учить, открывать людей. Мне было неудобно, страшно, но все-таки сама это сама, а люди это люди. Ну, как-то так получилось, что люди уже приходили почти открытые, их только чуть-чуть подтолкнул, и они уже начинают мне говорить, что они видят вот это, вот это, вот это, вот это. И когда вот это письмо начинаешь писать, оно раскрывает границы пространств. И пусть на земном плане мы чувствуем и знания настолько малы, но зато мы можем больше сделать и для себя. если, например, мы пошли куда-то в суд или куда-то еще, мы пописали, чуть-чуть пописали, все, ручку отложили, все сделано. То есть наши права будут защищены. Если же мы виновны, но хотим себя оправдать, то мы будем наказывать. А если мы не виновны, то конечно нам помогут. И мы не знаю, откуда возьмем эти слова, откуда они будут браться, но мы защитим себя. Это просто пример. Я хотела еще коснуться такого вопроса, как непосредственно просто сразу хочу сказать, что Александра Алексеевна является одним из моих учителей, и я очень благодарна, что они мне открылись, эти энергии, я работаю с этими энергиями. И вот здесь я тоже очень хорошо видела, как буквально только то, что вы сказали, чуть-чуть человеку иногда нужно, чтобы у него сразу все открывалось. Это действительно выглядит как чудеса, но это правда так и есть. Люди, которые соприкоснулись с этими энергиями, они могут подтвердить это. И хотела бы затронуть такой момент, что этот метод целительства, он не только воздействует на физическое тело и исцеляет физическое тело, но еще и работает с какими-то программами, и что он абсолютно безопасен. Вот я бы хотела, чтобы вы об этом немножко рассказали, чтобы люди не боялись, потому что есть у людей некоторые опасения, что кто-то будет внедряться в их систему, и это нормально, при том количестве целительства так называемого, которое сейчас имеет место быть. Человек в общем-то себя пытается защищать, и это нормально, да? Вот может быть расскажите, насколько это безопасно и как это все-таки происходит? Когда меня учили, начинали только открывать, и я как все земные люди, я земным мозгом была против, и я как все не доверяла, боялась. Мне я говорила, что если это есть, то пусть будет вот так, и это получалось, будет вот так, это получалось тоже. И я задавала вопросы совершенно, наверное, уже много раз я рассказывала, я говорила, что ну если вы такая сила, скажите, кто у нас в селе умрет и когда? И мне было названо точное число, день, и действительно, вот тебе есть. На сегодняшний день, конечно, это не очень немножко тяжело, я могу знать многих, кто когда покинет эту землю, уйдет за свою черту. Да. Это может каждый человек знать. Просто кто-то боится, у кого-то нет этих данных, поэтому он не знает. ну а что эти энергии безопасны, этим обладают детки. Любую мою книжечку дай ребенку и он начинает ее листать. Кто-то присел на эту, кто-то прилег. Даже были такие случаи, что конечно неоднократные женщина рассказывала у нее собака, и она ложит под подушечку книжечку и ложится спать. Да. Просыпается, собака лежит на подушке на книжечке, а женщина около подушки. Но она значит эксперимент. Она положила книжку в ноги к себе, а сама легла на подушку. Просыпается, собака лежит в ногах на книжке, на подушку она не идет. Но если животные знают, что это безопасно и что это для них естественно, то, наверное, люди тоже. я не могу никого не агитировать, ничего. Когда мне вот это все давали, открывали меня, я давала клятву. Как врачи дают клятву медицинскую, так и я. Давала клятву. Поэтому, когда я что-то хочу человеку, ну, кто-то обидел меня, и я хочу что-то пожелать, то я либо забываю все слова, я не вспомню ни одной буквы, что не заслуживает этого человека, либо я поранюсь, либо припушу даже язык, либо до крови палец, вот нет ничего, а кровь вот она и боль. Поэтому у меня все не отходя, сразу, если я даже не пожелала, я только подумала, мне сразу это пришло. Ну, а люди, я не сюда, а люди уже, кто так же остается, несет, а кто-то смешивает одно с другим, это уже их. я думаю, я думаю, можно еще рассказать о том, что при помощи работы с этими энергиями открываются и потенциал человека, у вас же есть центр, которому недавно исполнилось по-моему 15 лет, да? Да. Вашему центру, да? И в принципе вот работа идет не только с, еще раз повторюсь, не только с физическим телом, а работа идет и с программами долголетия, омоложения, с людьми, с различными видами зависимости. При помощи этих энергий можно раскрывать потенциал человека, да? Какие еще возможности работы, в каком вот как вы используете еще в работе с чем? В работе любая работа, любое, непослушный ребенок, можно найти мысленность, можно с ним пообщаться и найти компромисс, он будет покладистый, ну немножко пример, пришла бабушка и говорит, ну это уже давно было, дочь умерла и осталась в природах, осталась девочка, ее никуда не дели и теперь она подросла, стала дедушку с бабушкой избивать, деньги у них отбирать, и вот она пришла, один раз пришла, потом в следующий раз приходит и говорит, слушай, а она вокруг нас бегает, но не бьет, и в следующий раз пришла и говорит, слушай, а она же пошла у нас учиться, и теперь мы живем хорошо, она нас понимает, и мы ее понимаем, ну вот такой небольшой пример, любое, даже, если человек бьется над какой-то диссертацией, что-то не получается, при помощи вот этих энергий, он может достигнуть очень большого развития, то есть найти ту дорожку, найти те вибрации, которые подскажут ему, как нужно поступить, что соединить, даже он ну как просто спонтанно, вот взял, соединил вот это, вот это и у него получилось, да, ведь многие сегодня, кто-то ученый, кто-то, один раз что-то у них получилось, и все, больше у них это не получается, потому что им дали почувствовать, потрогать, что вот это есть, но нужно к этому прийти, нужно хотя бы чуть-чуть подучиться, найти вот эти кончики вибраций, их соединить, и у них снова все получится, так что это может хоть президент, хоть любой ученый, хоть любой даже врачи, есть некоторые у меня, те, которые врачи учились у меня, ну, то есть открывала я их, детский врач, ведь не каждый понесет ребенка к какому-то целителе, пусть даже ко мне, да, а к врачу он всегда принесет своего ребенка, и детский врач, она посмотрит, и она уже увидит, она же медик, она знает все органы, она видит, что ага, вот здесь поджелудочек, а вот тут желудочек, а вот тут кишечник, и она погладила ребеночка, и все восстановилось, ведь прикоснуться к нему, ну, пусть она там 5-10 минут сегодня, завтра, и все, ребеночек пошел здоровый и спокойный, даже вот такие. энергии. Ну да, здесь важен тот момент, что эти энергии, они подбираются каждому человеку индивидуально, вот для каждого человека они подбираются индивидуально, именно туда, куда ему больше всего нужно на сегодняшний момент идет эта энергия, кому-то нужно там поправить здоровье, кому-то решить какие-то вопросы. Да, даже, ну вот такое, конечно, я не говорю, что я управляю там природой или чем, просто приехала в свое село, и несколько лет это уже прошло, и там значит мужчина, который сеет поля и говорит, ну вот, ну нет дождя, нет, кругом обходит и нет дождя, ну и что, я ручками раз, 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 тучки набежали, молния, гром, конечно, шаровые молнии летали по селу, потому что, потому что, ну, в природе, да, я нарушила закон природы, но зато пролилось дождь и в огороды, и на поля, и он как раз стоял на меже, он, оказывается, взял еще и соседние поля, а я не знала, и дождь пролился вот на те, где были поля, он потом и говорит, я говорю, ну и как, он говорит, слушай, ну вот я стоял на границе, вот здесь дождь, а вот здесь нет, ну там мои тоже поля, я говорю, нужно было объявить мне, что там ты взял у того колхоза тоже поля, ну вот это тоже бывает, это может каждый человек, это не задумываемся мы над этим, даже вот как мы беременели с женщиной, сказали, что да, она не родит, не сможет, мы с ней, наверное, два или три раза кровотечение было, пережили все это, теперь уже девочке 18 лет, ну их много у меня таких, вот, и, значит, она, когда ей было два третий годик, она, значит, пришли они к нам, она сидит за столиком и пишет, ну мы оба, обе подошли к ней и говорим, Машенька, что ты делаешь? Она, значит, молча написала, вот так матери подает и говорит, мама, это чтобы ты не болела, то есть, вот ребенок, он понимает, что вот, она написала, и мама, положи вот сюда, и ты не будешь болеть. Да. Ну вот. И туда заложена вся ее любовь, вся ее сила, ее любви к маме. Да. Совершенно верно. Да. Да. Может быть, скажите, пожалуйста, Александра Алексеевна, какие были самые, ну, такие для вас запоминающиеся случаи исцеления, вот, ну, каких-то серьезных заболеваний при помощи этих энергий? Серьезные заболевания, да. была женщина, рак кишечника, привели ее под руки, ну, в общем, там кожи и кости. Медицину сказала, даже ей не дали группу, сказала, уйдешь в течение месяца. Конечно, посещала она вначале почаще, потом пореже, но тем не менее она прожила 8 лет. То есть... Я не знаю, я не знаю, как кишечник, там его почти не было, он все там съеденный был. Что там было? Врач сказали, что посмотреть колоноскопию, но врач не взялся, он сказал, что нет, нет. Ты живешь? Да, она поправилась, даже все месячные у нее начались, ну, в общем, полностью жизнь у нее сложилась. Ну, вот такие были запоминающие. Еще были запоминающие тоже раковые больные, конечно, я им не помогла исцелиться, но уходили они без боли. Да. Они не пили таблетки, они не ставили уколы. Кто-то просто уже черта подходила, они просто спали. Вот такое состояние, в сонном состоянии они ушли. Но здесь немаловажный вопрос, когда действительно при всех чудесах иногда нельзя помочь человеку, но это тот самый случай, когда можно очень хорошо облегчить ему уход или же продлить ему жизнь. Да, поэтому это не от нас зависит, не от меня, что я буду продлять, не буду продлять жизнь. Нет. Это идет, когда начинаешь работать с человеком, отходит такой небольшой, как сканер, и он уходит туда, откуда он есть, и оттуда уже приходит ответ, что да, вот эти энергии подобранные, пожалуйста, поработай, и человек будет жить. Были случаи такие, что опухоль головного мозга, медицина, говорят, невозможно, неоперабельный, это несколько случаев у меня было. Поработав с человеком, я не убрала эту опухоль, но я ее подкорректировала, уменьшила, и уже медицина, и мы удалили медицина. Человек остался жить. Пусть небольшая заслуга моя, но все равно какая же ты небольшая. Вот это бывает. А можно рассказать еще о том, где вы берете эти энергии, потому что вы же достаточно часто посещаете места силы, и может быть пару слов о том, как вы их и где вы их берете каждый раз новой энергии? Новая энергия, в общем, уже не хочется ехать никуда, но все равно дают такого человека, которому не можешь помочь. И вот это начинает меня самоедство, что да, значит, нужно ехать. У меня приходит мысленность, что соединение, например, там, тенерифы и откуда-то какие-то части космических пространств, вот там соединение, там мне есть взять вот эти энергетические знания, блоки, которые нужны мне. Назначается месяц, число, и на какой день я еду туда. Бывает, что приезжаешь на океан и даже ноги не помочишь, потому что температура подсорок, головные боли, лежишь без движения, и если когда чуть затихает все это, смотришь и думаешь, да, люди купаются, пойду-ка и я. Я выхожу, идет дождь, я разворачиваюсь, номер захожу, солнышка, дождя нет. Смотрю, на лежачках лежат, думаю, пойду-ка и я, ну что ж, я приехала же, вот, вот океан или вот море, я подхожу к лежаку, ветер, просто ледяной ветер, поворачиваюсь, ухожу, люди опять ложатся, загорают. Ну, вот такие вот, в общем, не принадлежишь себе. Да. Что сказано, то и делаешь. Ну, конечно, как, если бы мне сегодня или сейчас сказали, будешь ты этим заниматься или нет, через какую боль или через какие страдания я прошла, мое физическое тело раскроено не один раз вот на эти энергоносители, энергопотоки, я бы не согласилась. Ну, меня никто не спрашивает. Вот я только хотела сказать. Я родилась. Хочу я этого, не хочу я этого. Я все равно буду делать. И даже первый мой, вспоминаю, в селе жили, и село это есть село, и мужчина рак у него почек, ну, уже все, ничего ему нет. И мы не были, ну, знали друг друга все, это село, но не были такими друзьями, товарищами, и по какой-то, не помню уже, почему, но пришла его жена к нам, или мимо, что-то, не помню. И я у нее, ну, как, обычный вопрос, да, ну, как Михаил, там, как кто-то, как муж, ну, дежурный вопрос. А надо все уже, выписали умирать. Я ей говорю, слушай, а я завтра приду. Я сама, она ушла, я сама в шоке была, я думаю, господи, я зачем пойду туда? Я не помогу, я зачем пойду? Я утром боролась, я до обеда боролась, я до четырех часов боролась вечера, все равно и пошла. Я пришла, он и говорит, а я тебя так долго ждал. Я была у него несколько раз, да, первые раза он у меня встал, он начал двигаться, он начал кушать. Александра Алексеевна, извините, у нас заканчивается время эфира, к сожалению, я так и думала, что он у нас пролетит очень быстро, и часть вопросов так и осталась, не озвученных. Большое вам спасибо за поток, кто-то его успел почувствовать, кто-то еще почувствует, слушая записи потом. Большое вам спасибо и огромная вам благодарность за ваш труд, и очень рада, что у меня представилась возможность познакомить людей с вами и с вашим трудом. Спасибо вам большое. И вам спасибо. А люди, кто захотят, пожалуйста, можете обращаться мысленно, я всегда помогу. Еще просто, если зовете меня один раз или два раза, если я услышала, то вам не захочется меня звать. Если я не услышала, значит, еще раз позовете. Спасибо большое, Александра Алексеевна. Огромное спасибо вам.